В одном из кафе Парижа есть меню Шарля де Голля. Любой посетитель может заказать любимое блюдо этого политика. Интересно, появится ли в Чите меню Владимира Путина. Мотопробег Кулан-Део-Ламбатор общей мощностью более 2000 лошадиных сил подходит к концу. Подробности в программе «Середина земли». Окунуться в атмосферу древней китайской провинции, не пересекая границы. Такая возможность появилась у жителей Ламбатора. Подробности через несколько минут. Здравствуй, Иркутска. Наиболее важных и интересных событиях Забайкалья вам расскажут корреспонденты программы «Время новостей» телекомпании «Альтез». В студии Марина Кузнецова. Казачий круг для Путина. Нет, речь не об известном забайкальском фестивале, а о блюде, которым угощали Владимира Путина во время его недавнего визита. О секретах кухни для первого лица государства и о том, что больше всего пришлось ему по вкусу, нам рассказали в ресторане «Забайкалье», где и готовили угощения для президента. Однажды, отвечая на вопрос о вкусовых пристрастиях, Владимир Путин пошутил, что всеяден и ест все, что дают. Действительно, особых требований во время последнего визита в Забайкалье у президента не было. Из пожеланий сопровождающих его лиц никаких изысков в меню, желательны блюда местной кухни и чтобы продукты, по возможности, были непривозные. В первый же день к нам пришел врач, познакомился с нами, со мной, вот и с нашим шеф-поваром и сказал, что ребята, вы будете кормить президента, такая вам выпала честь, так уж давайте в лесу в лес не ударим, но все должно быть лаконично, все должно быть просто. Мы предложили, ну, вначале мы так любим много, много, сытно, а сказали нет, из нашего большого перечня отобрали небольшое меню. Сразу по прилету президента в Читу в 10 вечера ему организовали быстрый перекус. Из всех предложенных в меню блюд глава государства выбрал овощи, отварной язык и драники. Это было наше фирменное блюдо, омуль с омулевой икрой и картофельными драниками. И подать мы его решили не просто, как обычно на блюде традиционном мы подаем, а решили подать вот на таком спиле, чтобы подчеркнуть наш местный колорит. И только в три ночи у высокого гостя состоялся обед. Президенту подали такой казачий круг из дичи. Тут и фаршированные перепела, язычки дикой козы, колбаса из оленя, косули и кабана и многое другое. Но больше всего Владимиру Путину пришлись по вкусу традиционные бурятские бузы от повара Жаргала. Подали закуску, подали горячее блюдо, вот казачий круг дичь и подали бузы. И через полчаса пришли, еще заказали, еще заказали девять буз. В меню никакого алкоголя, только морсы. Известно, что больше всего из сладкого президент любит мороженое. И хотя холодное лакомство ему не подавали, штрудель с лесными ягодами, брусникой, облепихой и черной смородиной, явно понравился президенту. То, как готовили блюда, тема особая. Сырье предварительно проверили в лаборатории. Ножи, доски, тарелки обработали спиртом. Повара трудились в перчатках. За всем процессом наблюдал личный санитарный врач президента. Он же первым снимал пробу. О том, что все будет строго по президентскому регламенту, повара уже знали. Владимира Путина эта команда профессионалов кормит уже во второй раз. И это говорит о многом. В Улан-Удэ начало раскручиваться общественное движение «СтопХам», активисты которого уже выложили первый отчет в интернете. Однако улан-удэнские автомобилисты отнеслись к нему достаточно прохладно. Почему, расскажет мой коллега Булат Цединишеев. Здравствуйте, Булат, вам слово. Здравствуйте, коллеги. Автовладельцы Улан-Удэ просто уверены, что это движение в Бурятии не приживется. В Улан-Удэ, где все друг друга знают, слишком мал для такого движения. Знакомых нарушителей местные «СтопХамовцы» будут прощать. Незнакомых безжалостно карать. После чего эти самые незнакомые в два счета найдут «СтопХамовцев». Ну и легко будет себе представить, что тогда будет. Могут и побить, и камеры отнять. Ну а теперь к другим новостям. Конец июля – время для путешествий. Но есть такие люди, которые всегда в дороге. Для них жизнь – это постоянное преодоление себя. Вячеслав Киплюк с путешествия сделал свои профессии. За плечами ни одна экспедиция в Камбоджу, Тибет и Монголию. Он один из самых опытных проводников в Бурятии. Сейчас он находится в Крумканском районе. Вместе с путешественниками из Москвы они покорили пик Николаева и совершили несколько восхождений на горные вершины в ущелье реки Алла. А вместе с ними нелегкий путь преодолели мои коллеги – Надежда Холстова и Александр Хамаганов. Перед подъемом небольшой ритуал окуривания тибетскими травами. После инструктажа – проверка снаряжения и в путь. Еще немного и тропа превратится в Курумник. Участники похода идут на расстояние. Камнепады здесь не редкость. Наша задача – подняться на пик Николаева. Его второе название – «Младший брат». Напротив вершины – старший брат. Эти горы – ворота в ущелье реки Алла. Для большинства участников похода это настоящее испытание. Но оно стоило того. Ура! Вершина! Вершина! Мы поднялись! Поднялись! Краснота! Увидеть с высоты птичьего полета Баргузинскую долину, скалы, водопады, почувствовать себя настоящим покорителем вершин. В горах, во-первых, проверяются люди. Я работаю как проводником. Много лет уже вожу людей. Езжу и в Тибет, и в Монголию. Поднимаюсь на разные вершины. Горы – это энергетические места. Горы – это места силы. Говорят, что на высоте люди меняются. Люди становятся лучше или хуже. Я говорю, что на самом деле, что на Кайласе такое происходит, я на самом деле говорю, что это происходит из-за того, что человек попал просто в тяжелую ситуацию, где надо пройти через себя, пройти какое-то испытание. И не каждый это может пройти. Люди становятся нервными, раздражительными, слабыми, безвольными. Горы это показывают сразу же. После похода участники делятся впечатлениями. Каждому запомнится что-то свое. Это действительно красивые, потрясающие пейзажи. Также хотела проверить свою силу воли. Смогу я или нет. Как обычно говорят, что девушке слабый пол. Я для себя доказала, что все возможно, все преодолимо. Впечатление действительно чего-то таинственного. И мы прониклись духами байкальскими и поняли, что да, что-то есть. И действительно мистическое. И вообще, наверное, Байкал, он связан с какими-то мирами, религиями. Сейчас Вячеслав Киплюкс собирается в следующий поход пройти 70 километров по Бургузинскому хребту и выйти к берегу Байкала. Надежда Хлыстова, Александр Хомаганов, первая альтернативная. Байк, природа и дороги. И все для того, чтобы увидеть Байкал и помолиться в Иволгинском дацане. Один из байкеров на мощных мотоциклах из монгольского клуба приехали к нам в республику. На главной площади столицы их встречал Баир Цедепов. Маленькая дочка президента монгольского мото-клуба уже давно привыкла к поездкам на байках. Как и папа, трехлетняя девочка одета согласно байкерской атрибутике. И такое не каждый день увидишь на улицах Улан-Удэ. Современные кочевники прибыли из Монголии для того, чтобы искупаться в Байкале и увидеть нетленное тело Гамбула Мы и Тегелова. Мы хотели бы это, слышали, который, вот там лам, как называется, ну, это лам, да? Он как живой, чтобы мы хотели этого посмотреть, а уже мы посмотрели, это очень хорошо. Консервативный стиль таких мотоциклов походит на легендарный Харли Дэвидсон. Мощность одного такого байка равна примерно 150 лошадиным силам. На дороге он способен развить скорость около 200 км в час. Участник мотопробега Ган Болт поделился впечатлениями от поездки. Все очень понравилось. Мы зашли в Датсан, там помолились. На следующий год монгольский мотоклуб собирается посетить Иркутскую область на своих железных конях. В этом году их путешествие подходит к концу. Они уезжают домой, но в будущем вновь желают проехать по бурятской земле. Баир Цедыпов, Александр Хамаганов, первая альтернативная. Сборная Монголии примет участие в 27-х летних сурдо-олимпийских играх. Соревнования пройдут в столице Болгарии, в Софии. Другие подробности расскажет моя коллега, ведущая новости НЭЦАК, телекомпании АЭС Монголия, Мирослава Бархун. Здравствуйте, Булат. Сурдо-олимпийские игры пройдут с 26 июля по 4 августа. В них примут участие 27 монгольских спортсменов с нарушениями слуха. Они выступят в пяти видах соревнований. Это дзюдо, вольная и греко-римская борьба, легкая атлетика и настольный теннис. Накануне вылета в Софию сборная встретилась с вице-министром спорта и туризма Монголии Тумен Джаргалом. Он вручил спортсменам государственный флаг страны. А теперь к другим новостям столицы. О них жителям Иркутской области расскажут корреспонденты НЭЦАК и я, Мирослава Барху. Духовой оркестр и ансамбль военной песни и танца Монголии впервые примут участие в международном фестивале военной музыки «Роял Эдинбург Милитари Тату», который состоится со 2 по 24 августа в Эдинбурге, Великобритании. Сейчас полным ходом идет подготовка к выступлению. На одной из репетиций побывал и наш корреспондент. Королевский Эдинбургский парад военных оркестров – грандиозный музыкально-театральный фестиваль, который проводится в первые три недели августа, ежегодно начиная с 1950 года в столице Шотландии, Эдинбурге. Представления принимают участие военные оркестры разных стран мира, барабанщики, певцы, всего более тысячи участников. Специально для участия в фестивале духовой оркестр и ансамбль военной песни и танца Монголии подготовили шестиминутное выступление на музыку знаменитого композитора Джансен Норова, «Ихтенгрин и Вельд» – «Небесное покровительство», а также театрализованные представления. Под звуки марихура танцоры расскажут о богатой истории и культуре монгольского народа. «Для нас большая честь выступить на этом международном фестивале военной музыки, ведь каждый из нас хочет, чтобы о нашей родине, Монголии, узнал весь мир, о нашей истории, наших традициях и наших талантах. И для того, чтобы исполнить выступление идеально, мы тренируемся уже почти месяц, долгими часами, каждый день». Участие Монголии в Адимбургском фестивале также приурочено к особой дате – 50-летию установления дипломатических отношений между Монголией и Великобританией. Специально для этого из правительственных резервов выделили более 200 миллионов тугриков. В этом году организаторы фестиваля планируют привлечь участников из Европы, Азии, а также Центральной и Южной Америки. Министерство культуры, спорта и туризма и Министерство обороны помогли нам принять участие в этом фестивале. И общими силами 70 музыкантов и танцоров мы представим историческое и культурное наследие Монголии – песни, танцы, музыку и костюмы. Могу сказать, что подготовка уже подходит к концу. Духовой оркестр и ансамбль военной песни и танцы Монголии вылетают в Адимбург 27 июля. 2 августа они выступят на площади перед Эдимбургским замком. Светлана Шатагарова, Ихпелик, АЭС, Монголия. Окунуться в атмосферу древней китайской провинции, не пересекая границы. Такая возможность появилась у жителей Улан-Батора. Сегодня в столице Монголии открылась выставка, которая познакомит любого желающего с провинцией Шаньши. На открытии побывала и наша съемочная группа. Территория китайской провинции Шаньши составляет 150 тысяч квадратных километров. Население 35 миллионов человек. Провинция Шаньши почти единственная в Китае, где удалось сохранить историческое и культурное наследие. Три художника и два мастера каллиграфии представили свое искусство монгольскому зрителю на выставке, которая открылась в Китайском культурном центре. Сао Жун с детства любил рисовать. В 14 лет окончательно связал свою судьбу с искусством. Он окончил художественную школу в провинции Шаньши. Учился рисовать масляными красками. На этой выставке он представил две свои картины. Как отметил художник, цель его работ – передать красоту природы провинции Шаньши. На своих картинах я изобразил весеннюю природу провинции Шаньши. Надо отметить, наши художники, рисующие картины масляными красками, известны во всем мире. В выставке, которая открылась в Улан-Батре, участвует директор художественного института Ван Шуэ с тремя художниками и директор института письменности Ханг Шао с двумя мастерами. Всего на выставке представлено 60 работ. На этой выставке мы представили картины, нарисованные масляными красками. Представили разные виды чернильного письма. Пять мастеров провинции Шаньши представили 60 неповторимых произведений искусства. Выставка письменности и художественных картин в китайском культурном центре Улан-Батара будет работать еще неделю. Халиун, Энг Билэк, Аист Монголия. Это были новости Монголии. Как будут развиваться события, расскажем в очередном выпуске. А сейчас я передаю слово нашим коллегам из Китая. На связи корреспонденты Си-Си-Тиви Русский из Пекина. Телеганал Си-Си-Тиви Русский приветствует зрителей программы «Середина земли» в студии Максимилиан Разгольский. В ближайшие минуты я и мои коллеги расскажем о наиболее интересных новостях Китая. Рады, но не все. Либерализация процентных ставок по кредитам приносит первые результаты. Напомню, в конце прошлой недели Народный банк Китая приступил к реализации реформы по снятию ограничений на банковский процент. Наш корреспондент отправился в город Венчжоу, провинции Джидзян, которая считается производственной базой страны, и узнал там, как обстоят дела с кредитованием. Этого дня предприниматели города Венчжоу ждали с нетерпением. Народный банк Китая отказался от ограничения минимальной ставки по кредитам. Теперь компании смогут получать их по более низким процентам. Новость обрадовала не только бизнесменов, но и банки. Фан Сюаньпин, заместитель директора крупнейшего Венчжоу предприятия по производству обуви Red Dragonfly, в эти дни то и дело, что отвечает на звонки представителей банков, которые спешат оповестить о снижении процентных ставок. До новых правил мы уже получали кредиты по самым низким процентам, которые могли дать банки. Но со снятием ограничений мы уверены, что сможем получить процентную ставку, которая будет ниже, чем ранее, на 10-20%. Это определенно хорошая новость для нас. Но все ли получили выгоду от новых правил? Директор компании Dunlai Media Джан Джунлай в этом не уверен. В его компании всего лишь 14 человек, и она только выходит на рынок. Джан Джунлай решил, что теперь взять кредит в местном банке будет легче. Но все оказалось несколько иначе, чем он себе представлял. Я думал, что после введения новых правил кредитования банки перестанут дискриминировать нас. У нас малые предприятия. Мы сможем легче получить кредит. Но потом мне дали понять, что ничего в отношении нас не изменилось. Получить займ все так же трудно. В пятницу финансовый регулятор страны, Народный банк Китая, официально отказался от контроля за банковскими ставками по кредитам. То есть финансовые организации теперь могут сами устанавливать судный процент. Предполагается, что это повысит эффективность финансового сектора страны. Эксперты отмечают, главное цель нововведения в том, чтобы сделать кредиты доступнее. Однако, чтобы все предприятия, включая и малые, смогли воспользоваться этим, потребуется время и реформы по поддержке среднего и малого бизнеса. Вместо автомобиля – экспресс-шаттл. В Пекине готовятся к транспортному эксперименту. Уже в сентябре на улице столицы Китая выйдут шаттлы. И в отличие от обычных автобусов, в них будут только сидячие места. Ну, плюс кондиционеры и Wi-Fi. Власти надеются, что в новый транспорт пересядут и автолюбители, что позволит разгрузить городские магистрали. В какую сумму обойдется данная услуга, расскажем в нашем репортаже. Пригородные маршруты Пекина пополнятся экспресс-шаттлами. Столичная транспортная компания планирует запустить новые автобусы уже в сентябре. Пассажиры, двигающиеся в направлении центра города, смогут рассчитывать не только на комфорт, но и на скорость. По планам муниципальных властей, отсутствие давки и огромного количества остановок помогут автолюбителям решиться пересесть на общественный транспорт. Данная услуга ориентирована для автолюбителей. Таким образом, мы пытаемся поощрить их выбор, сделанный в пользу экологически чистого и комфортного способа передвижения. Шаттлы будут курсировать между крупными жилыми кварталами и пересадочными узлами города, без остановок. Комфортные автобусы вполне отвечают требованиям делового человека. Здесь есть кондиционер, беспроводной интернет и только сидячие места. Планируется, что один такой шаттл заменит на дороге от 20 до 30 частных автомобилей. Мы надеемся, что это станет достойной альтернативой для жителей Пекина, но количество шаттлов будет напрямую зависеть от спроса. Большинство местных жителей уже высказались в пользу данной инициативы. Однако остаются вопросы, ответы на которые по-прежнему волнуют пассажиров. Прежде всего, хочется узнать, сколько эта услуга будет стоить. Очень надеюсь, что купить билет на эти маршруты будет легко. Действительно ли этот маршрут прямой и без остановок? Интересно, по какому расписанию будут ездить такие автобусы? Я опасаюсь, что шаттлы со временем начнут ездить по обычным автобусным маршрутам. Автобусная компания Пекина в настоящее время изучает мнение потенциальных клиентов. Главное – оценить перспективы такого вида транспорта. На основе исследования будет рассчитано необходимое количество рейсов и посадочных мест. Мы должны быть уверены, что заполняемость транспорта составит не менее 70%. В этом случае мы сделаем всё возможное, чтобы удовлетворить большинство пассажиров. Но угодить всем сразу нам пока не удастся. Поэтому мы надеемся на понимание. Цена билета на экспресс-шаттл составит 15 юаней за 20 километров пути. Для сравнения, проезд в обычном автобусе обходится от 1 до 5 юаней. Планируется, что билеты на шаттлы можно будет бронировать через интернет. Кроме того, обсуждается расширение маршрутной сети. Но это будет сделано только после подведения итогов опроса пассажиров. Марина Мышко, Максим Леандр Раздольский, Тан Инань, Си Си Ти Ви. Спасибо за внимание. А далее смотрите аналитическую рубрику. Летать в облаках стало дорого. Сегодня мы предлагаем вам сравнить цены на авиаперелет до Москвы. Для точности данных выбрали следующие параметры. Мы попытались забронировать билеты за три недели до вылета, то есть на первую неделю августа, туда и обратно эконом-классом, прямым рейсом в будние дни. Чтобы вылетать из Иркутска в Москву, за билет необходимо заплатить от 38 до 63 тысяч рублей. Еженедельно в столицу летает 7 рейсов. Из Улан-Удэ вылететь дешевле – от 30 до 40 тысяч рублей за одного пассажира. Из аэропорта столицы Забайкалья в Москву добраться прямым рейсом проблематично. Всего три самолета в неделю и цена за билет от 53 до 73 тысяч рублей. Из Пекина лететь дольше всего около 8 часов. Однако стоимость билета от 43 до 76 тысяч рублей. Дешевле всего в Москву прилететь из Улан-Батора. Билет можно купить от 29 до 43 тысяч рублей.